Радио 54 В прошлом году по окончании сезона у нас родилась идея в 2020 году организовать экспедицию на пик Победы, посвященную 75-летию Победы. И не просто сделать спортивную экспедицию, но и провести акцию «Бессмертный полк на высоте» именно с восхождением на пик Победы. Надо сказать, что это одна из сложнейших вершин мира вообще в техническом плане, посложнее многих восьмитысячников. Как показатель, можно сказать, что есть годы, когда туда ни один человек не может подняться. Вообще, если за сезон поднимается порядка 20, это очень большой успех. Мы создаем команду, сегодня собираем команду и ставим такую задачу именно в дни празднования 75-летия, то есть не в сезон даже. Там сезон длится всего два месяца. С начала июля по конец августа. А мы туда хотим сходить в мае. Единственное майское восхождение, которое совершалось, оно было успешно, это было восхождение, организованное новосибирскими альпинистами. Глеб Соколов как раз был одним из руководителей этой экспедиции. Это было в 1995 году. 7 мая ребята стояли на вершине. Было это посвящено 50-летию Победы. То есть это вообще было единственное успешное такое майское восхождение. И мы просто хотим повторить успех наших земляков. Это уникальное на самом деле мероприятие. Почему так долго больше никто не решался это сделать? Ну, во-первых, туда очень сложная логистика. В Киргизии сложно с вертолетами. Пешком туда налегке ходят люди 6 дней. А экспедиционный груз это порядка 2-3 тонн. И тащить его на себе это просто нереально. В прошлом году в Киргизии два вертолета упали. Причем один из них на НЛ-Чеке как раз. И они остались теперь вообще без вертолетов. Сейчас, правда, наши партнеры киргизские купили новую машину. И мы планируем ее использовать. Мы уже съездили в Киргизию, провели переговоры. И у нас будут, можно так сказать, эксклюзивные права на организацию экспедиции на пик Победы именно вне сезона. Это очень важно. Мы читали о пике Ленина. Всего на вершину положено 16 альпинистских маршрутов. 9 по южному склону, 7 по северному. Классическим считается маршрут с севера через вершину раздельный. Правильно? Правильно. Каким маршрутом будет? Это вы говорите про пик Ленина? Да. Да, этот маршрут мы используем каждый год. Мы по нему заходим. И в этом году планируем подниматься по нему. Ну и в этом году есть, конечно, желание пройти еще не классический маршрут. Один из. Тоже с севера. Ну это считается одним из самых доступных. Да, он доступный, но надо сказать, знаете, сейчас очень много рекламы идет в интернете, что это самый простой семитысячник. Вот что... А это не так, да? Ну, это семитысячник. И это нужно понимать. И люди попадаются на эту рекламу. И каждый год у нас много времени уходит на проведение спасработ вот таких вот людей, которые приезжают неподготовленные. И, к сожалению, каким бы он ни был простым, каждый год на пик Ленина, практически каждый год кто-то погибает. Один, два, три человека – это те потери, которые вот бывают ежегодно практически. Чем отличаются восхождения, вот, простые и сложные по подготовке? Какими путями вы пойдете, когда вы это решаете? Кого с собой брать, да? Сколько понадобится каких-то вспомогательных сил, какого-то снаряжения? Ну, если рассматривать, вот, скажем, сравнивать пик Ленина и другие вот семитысячники, например, Хантенри или Пик Победы, вот, на пик Ленина можно зайти ногами, если так можно образно говорить, да? То есть человек имеет нормальную функциональную подготовку, нормальную физическую подготовку, и, в принципе, у него должно хватить сил для того, чтобы ногами по пробитой терапии, преодолев там определенные сложности технические, вот, ну, в принципе, это все делается ногами, без использования специального оборудования и инструмента, вот. Касаемо… Поэтому я могу с вами пойти, например, да? Теоретически, да, и при нашем сопровождении-то, можно сказать, шансы на успех довольно-таки высокие. На вершине радость. Радость, но это не расслабление, потому что очень важно спуститься вниз. Так же тяжело, как подниматься? Накопившаяся за несколько дней усталость, она, конечно, накладывает определенный отпечаток. Если с того же пика Ленина, например, можно сойти ногами, вот, потихоньку, не торопясь, там тоже есть куда падать, конечно, вот, то с технически сложных маршрутов, там работа с веревкой. Если ты где-то не вщелкнулся в нее, вот, потерял страховку, вот, там есть куда лететь долго, вот, и счастливо. Но все равно путь назад, он же несколько быстрее, чем восхождение. Он быстрее. Я понимаю, что это не с горки скатиться. Да, но все равно это занимает несколько дней. Вот, скажем, само восхождение на высокую вершину, оно занимает, вот мы ездим, пик Ленина сходить, мы закладываем порядка 20 дней, это стандартная программа. Получается сходить побыстрее, это хорошо. На Хантенге закладывается до 30 дней, на пик Победы закладывается, там, по полтора месяца. Вот. Делается такая пила, так называемая, да, то есть мы поднимаемся из базового лагеря, который находится на 4-х, там, тысячах, мы поднимаемся в первый лагерь, ставим его, это на 5-300, второй лагерь мы ставим на 6-100, вот, и второй лагерь уже считается штурмовым, вот. Хотя можно еще поставить третий лагерь на 6-400, с него уже штурмовать, вот. И когда ты поднимаешься в первый лагерь, ты спускаешься вниз, отдыхаешь, акклиматизируешься. Потом поднимаешься до первого лагеря, потом ставишь, идешь в второй лагерь, потом опять спускаешься вниз, опять несколько дней отдыхаешь, потом уже поднимаешься в третий лагерь, опять спускаешься вниз. Это при том раскладе, если удачно все складывается с погодой. А в горах погода изменчивается И бывает, что она тоже ломает все графики А, например, на патриотической акции Непосредственно на высоте, когда вы поднимаетесь Там происходит какое-то мероприятие, все-таки праздник? Конечно, мы поем песни, мы разворачиваем флаги Мы даже открываем бутылочки шампанского Которые затаскиваем с собой на вершину Так можно, потом возвращаться не опасно? Не опасно Потому что половина бутылки она просто выстреливает вместе с прудом Понятно, остается только понюхать Да, это знаете, это просто красивый жест Твой дом, твоя область Новосибирск, 106,2 FM